В эфире на Ультского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте. 42-е заседание Совета района состоялось сегодня. В повестку включили 7 вопросов. Так, депутатам предлагалось внести ряд изменений и дополнений в решение Совета о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Утвердить порядок формирования, введения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества района, свободного от прав третьих лиц. Формы соглашения о взаимодействии комитета по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по Янаульскому району и городу Янаулу с администрацией района по вопросам управления муниципальным имуществом. Также был рассмотрен вопрос о безвозмездном принятии муниципального имущества сельского поселения Кисакаинский сельсовет в муниципальную собственность района. Депутаты заслушали план работы Совета района на следующий год и ознакомились с изменениями в структуре администрации района. По всем вопросам приняты соответствующие решения. Новый год – это особенный праздник. Посетить новогодние елки, рассказать стихотворение Деду Морозу – это счастливые моменты для каждого ребенка. Однако есть и те дети, кто в силу состояния здоровья не может этого сделать. Традиционно в преддверии новогодних праздников глава администрации района, начальник управления образования вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой посетили детей-инвалидов нашего района и поздравили их с праздником. В семье Султановых трое детей – старшему Кириллу 15. С рождения ему поставлен диагноз ДЦП тяжелой степени и самостоятельно он не способен ничего делать. Приход гостей стал для всех членов семьи радостным моментом, особенно для самых младших – 4-летних Артема и Есении. Дети с удовольствием рассматривали полученные подарки, а также рассказали разученное для Деда Мороза стихотворение. У нас детей трое. После первого сына Кирилл инвалид, а второго родились два няшки, на мою счастье, дочка и сын. Им по 4 годика, ходят в садик. Так-то вот Кирилл, наш сын инвалид, после них он как-то успокоился, он их слушает, лежит, ждет, радуется. Это уж он более-менее, он стал спокойным. Это для меня этот и лучше. И они его как-то любят. Привет, Кирилл, говорят, до свидания, Кирилл. Вот так. Но он, конечно, сам у меня тяжело стекнул. Ну, к Новому году вот обязательно елку мы ставим. Но Кирилл-то не так понимает, но он радуется. Но все равно стараемся уж. Затем поздравляющие отправились в село Новый Артаул в семью Салиховых. У трехлетней Эмилии диагноз ДЦП. Глава администрации района поздравил всех с праздником и пожелал здоровья, мужества и стойкости девочке и ее близким. Отметил, что чудеса сбываются и надеется, что Эмилия тоже сможет жить полноценной жизнью. 25 декабря 1979 года в Афганистан были введены войска. С тех пор прошло 40 лет. Это траурная памятная дата, которая стала роковой для более чем 620 тысяч советских военных, принявших участие в боевых действиях их родственников и друзей. Среди них есть и наши соотечественники. Инициативная группа афганцев каждый год вспоминает героев этой войны и возлагает цветы к их памятникам. Мы, небольшая группа афганцев, решили возложить цветы к погибшим нашим землякам в Афганистане. В связи с чем это связано? В связи с тем, что 25 декабря начался ввод войск в Афганистан. Повторюсь, значит, 22 декабря части специального назначения вошли в Афганистан. 25 декабря одна из основных частей. И 27 декабря штурм дворца Амина в Афганистане, в городе Кабуле произошел. Вот инициативная группа собралась, почтила память наших земляков. Мы еще планируем посетить погибших матерей, родственников, поздравить с Новым годом. Новогодний праздник – Аксаковская елка. Для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья прошел в Межпоселенческом культурно-досуговом центре 24 декабря. Для ребят был показан сказочный спектакль по мотивам сказки «Щелкунчик». Началом праздника стало исполнение вальса. С наступающим праздником поздравил всех собравшихся глава администрации района Ильшат Ведикатов. В преддверии Нового года, когда мы все ожидаем чуда от новогоднего торжества, от вступления на нашу землю 2020 года, рад приветствовать детей, которые, несмотря на все сложности жизни, преодолевают трудности. Показывая порой пример нам, взрослым, своим упорством, добиваются успеха в учебе, занимаются любимым делом. Зрители внимательно следили за действиями, разворачивающимися на сцене. По сценарию сказки «Мышиный король» превратил принца в игрушку «Щелкунчик». И для того, чтобы его расколдовать, необходимо было найти ноты балета, которые в порыве гнева разбросал король. Главные герои спектакля, девочка Катя со своим братом Витей, разыскивали ноты по всему свету, встречая различных персонажей на своем пути. Красивые декорации, музыкальное сопровождение, световые спецэффекты и сама игра актеров – все было создано для того, чтобы выступление стало действительно запоминающимся и интересным. В конечном счете добро победило. Ноты нашлись, и принц «Щелкунчик» был расколдован. Не обошлось новогоднее представление без Деда Мороза и Снегурочки. Они поздравили ребят с наступающим праздником. Настроение у меня хорошее, мне понравился этот балет. Очень сильно готовимся, у нас большие планы за Новый год. Я просила у Дедушки Мороза счастья, здоровья и удачи всех своих семей. Продолжился праздник в спортивном зале, где дети водили хороводы вокруг новогодней ели, танцевали и участвовали в разнообразных играх. Гульнара Сиддика, Ванил Сафин, служба новостей, Енаульского телевидения. Новогоднее представление было показано и для воспитанников коррекционной школы-интерната. Начался праздник с выступления танцевальной группы и поздравления главы администрации района Ильшата Вазигатова. Новый год – это ожидание чуда, все это мы хорошо знаем. Наверное, вы тоже так же ждете чуда, да? Да, всегда. Но одно чудо у вас уже произошло. Какое? Новое. Это новая школа, да, ваша? Да. Это реально чудо. Я вот только что там побыл, посмотрел ваш интернат, общежитие ваше. На самом деле, как отель, да? Трехзвездочный или пятизвездочный? Трехзвездочный. Пока трех, да? Ну да, народ будет, будет он как пятизвездочный. Вот на самом деле, спасибо государству, спасибо правительству Республики Башкорстан, что все-таки выбрали местом строительства наш Енаульский район, то есть наш Енаул. Спасибо, Наверное, Дарья Михайловна, вам за настойчивость. Конечно, было сложно. Вы немного в стесненных условиях пожили, конечно, было неприятно, наверное. Или понравилось загрязно жить? Да. Немного понравилось, немного устали от этого. Но тем не менее, сегодня вы в просторных комнатах живете, светло, уютно. И одно чудо уже свершилось. А следующее чудо свершится, если вы будете хорошо учиться и служить своим воспитателям для того, чтобы освоить те профессии, которые вам в том числе они преподают, учат, хорошо уроки учить и, конечно же, быть послушными. Педагоги дополнительного образования станции юных техников постарались построить сценарий праздника так, чтобы детки смогли сопереживать, порадоваться за главных героев и, конечно же, поиграть вместе с ними. Зимушка и Снеговик никак не могут встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой. Мешает им в этом Баба-Яга, Леший и Кикимора. Цель не чистой силы избавиться от новогодних героев. Дед Мороз до вечера решил сделать свой новогодний канал и объявил кастинг. А у Бабы-Яги свой план. Она хочет выпустить свою программу. Зимушка и Снеговик вместе с детьми освободили Деда Мороза и Снегурочку от злых чар. Новогоднее чудо свершилось. Воспитанники и сотрудники от Нового года ожидают открытия новых корпусов коллекционной школы. И, конечно, с радостью мы это ждем. Мы горды и рады этому событию. В начале Нового года наши дети будут обучаться уже в новых корпусах школы-интерната. Это новая школа-интернат. Она совершенно новая и интересная будет для всей республики, даже для всей России, потому что это единственная коллекционная школа открывается в республике Башкортостан по программе «Сто объектов к столетию Республики Башкортостан». Одаренные и отличившиеся в уходящем году школьники, участники различных конкурсов, олимпиад различного уровня, попали в новогоднюю сказку 25 декабря. Их в этот день ожидали различные сюрпризы. Мероприятие, подготовленное коллективом «Дома пионеров и школьников», а также активных учащихся района, прошло в культурно-досуговом центре. В подготовке новогодней программы приняли участие многие школьники. Волонтер, получается, должен помогать людям. И меня просто позвали как нуждающие, помогать людям, чтобы много радости было, чтобы никто не унывал в этот Новый год, чтобы все провели его весело. Я люблю сама принимать участие как волонтер, так как мне интересно общаться с детьми. Участвую в основном в предметных олимпиадах, биологии, химии. С приветственным словом выступил глава администрации района Ильшат Вазегатов. Конечно же, желаю, чтобы, встретив Новый 2020 год, вы провели каникулы с пользой для саморазвития, чтобы вы все каникулярные дни занимались физической культурой, спортом, и чтобы все организованные для вас мероприятия вы посещали в районе. Хочу пожелать также вашим родителям, чтобы вы могли, здесь я просто много вижу родителей, хочу, чтобы вы радовались успехом ваших детей, чтобы они каждый день приносили вам из школы, из мест дополнительного образования только хорошие вести об этом своих успехах. Поздравляю с наступающим Новым годом, желаю здоровья крепкого прежде всего, и успехов в дальнейшей вашей жизни. 20 активных детей были награждены благодарственными письмами и памятными подарками. Я пришла из школы села Ямады, я учусь в восьмом классе, я люблю петь, танцевать. Учусь, первый А, рисовать, писать, читать. А каких фонбусов участвовала? Никаких. Катенька, доченька, пойдем. Мама, смотри, это же щелкунчик, тот самый, помнишь? Мы смотрели в оверх. Мама, давай купим. Сценарий праздника коллективом «Домом пионеров» был разработан заранее. Правда, с репетициями были проблемы. Репетиции, да, очень долго шли. Мы работали по блокам. К сожалению, у нас нет своего здания. Репетировали в школах. Где придется, можно сказать, но получилось. Я думаю, что получилось, потому что дети были артистичные. Самые лучшие, я думаю, активные, готовые к сцене. Потом уже на сцене РТК мы репетировали пару раз. Репетиции собирали по блокам. Очень переживали, очень волновались, так как объединять очень тяжело. Все-таки по блокам это отдельно. А когда мы компонуем общую картину, это надо видеть. И работать декорацией тоже много требует времени и внимания, и следоточенности. А дети маленькие, им нужно как-то привыкать к атрибутике. В этом была вся сложность. А в остальном все было очень легко. Дети работали с удовольствием. Огромная работа педагогов в выходные, в декорации, в ваших костюмах тоже. В новогодней сказке задействованы не только педагоги. Эльвина Сидикова по профессии секретарь вышла на сцену в роли Клеопатры. Быстро влилась в эту роль, потому что меня со школьных времен еще сравнивали с Клеопатрой. Поэтому мне нравится эта роль. И в дальнейшем планирую не отказываться от выступлений, участвовать на всех мероприятиях. И я убедилась, что у нас мероприятия все проходят на ура. Костюм тоже сделали мне. Педагоги все помогали. Сделали отлично. Многие зрители подходили и говорили, что у нас самые красивые костюмы. Разошлите мой указ по всему свету. Пусть все жители моего королевства поспешат. До Нового года осталось совсем немного. Эта музыка должна звучать триумфом в мой час, когда я начну править миром. Ха-ха-ха-ха-ха! Я крысиный король! Ха-ха-ха-ха! Новогоднее представление для одаренных детей подготовили такие же активисты и маленькие артисты нашего города. Мне нравится, когда мы выступаем, как нам аплодируют, вообще какие движения у нас есть, танцы. Участвовать больше нравится, радовать людей. Хочу предложить вам дружбу, настоящую дружбу короля. Я стал другим. Я теперь очень хороший, белый и пушистый, как вы заметили. И очень полюбил ваш балет. Целю, знаете, высокое искусство. Новогодняя сказка про Щелкончика закончилась благополучно. Главные герои одержали победу над своими недругами. Совет женщин Янаульского района продолжает реализовывать проект под названием «Старости нет». Тем самым все участники проекта активно продлевают свое долголетие. А летом текущего года Совет женщин во главе председателя Ильсиар Проскуряковой регулярно занимались оздоровительной гимнастикой и скандинавской ходьбой. Зимой дамы золотого возраста будут заниматься лыжным спортом. Для этой цели были закуплены 10 пар лыж. Первая прогулка на лыжах состоялась на спортивной площадке 24 декабря. Несмотря на занятость, на первую тренировку пришел и тренер по лыжам Валерий Хуснулин. Сегодня он согласился с нами заниматься. Он будет учить нас. Кто еще нет, которые первый раз стали только на лыжи. И вообще в Янауле не так много женщин занимается лыжной ходьбой. В основном у нас мужчины занимаются. Я всегда хожу на Некрасова, занимаюсь сама уже давно лыжами. Женщин маловато. Вот именно я хотела привлечь женщин зрелого возраста, чтобы они не сидели дома возле телевизоров, а именно вышли на свежий воздух, катались на лыжах. У нас вообще по плану еще не только ходьба на лыжах. Мы будем выезжать в лес. Хотим в лесу организовать, может семейный досуг организуем. В рамках пикника. В рамках реализации проекта у нас планируется еще и различные конкурсы еще. Агитационно в нашей стране люди любят банные процедуры. Издавна люди относились к посещению бани с особым вниманием и трепетом. Баня приносит человеку душевное спокойствие, радость, помогает восстановить силы и расслабить мышцы. Эмоциональный подъем и желание творить – еще один положительный эффект, который дает человеку посещение бани. В нашем городе есть общественная баня, куда можно собраться и пойти всей семьей. Также можно посетить и массажный кабинет. Коллектив у нас небольшой, состоит из восьми человек, включая директора, бухгалтера. У нас три рабочих по обслуживанию бани. Это общий отдел обслуживает мужчина и женщина, потому что у нас разделено на мужские и женские дни. Работаем одним залом. Например, в зимний период у нас четверг, суббота – это мужские дни, а пятница, воскресенье – это женские дни. И плюс еще есть у нас отдельный номер, мы называем его семейным. Туда приходят с семьей, с детьми, туда приходят с друзьями. В общем, рассчитан он этот номер на четверых. Там есть отдельный бассейн, есть парилка своя, помывочный зал и помещение, где можно чай попить, отдохнуть. Наш результат работы зависит от количества наших посетителей. Чем больше посетителей нас посетят, тем больше мы можем, тем лучше можем оказывать услуги, потому что у нас будет возможность для этого. Поэтому я надеюсь, что нас еще увидят те, которые переехали в город Янаул, еще не знают, что у нас есть, существует, работает, функционирует баня, что туда можно приходить, помыться, отдохнуть. Мы приглашаем всех. Таковы новости к этому часу. Сразу после выпуска новостей смотрите программу «Криминальная хроника». 27 декабря ожидается ясная погода без осадков. Ветер северо-восточный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью минус 11, минус 13, днем минус 6, минус 8 градусов. По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой снег в отдельных районах до Умеренного. Гололед на дорогах Гололедица. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 8, минус 13. При прояснениях минус 18, минус 23, днем минус 1, минус 6 градусов. Новый год. Самое время радовать, удивлять, благодарить и дарить подарки любимым. Каждое второе украшение в подарок во всех салонах «Ювелир-центр». Тимур, Рамазан, Хайманн, Ижаташ, Дуслара, Сызнын, Торафларга, Юллана. У на 11 декабря Благовещенск, унджедесе Вирск, ищенщи Январ Белебей, Дуртео Агыдель, Виши Дневтекама, Валтусы Янаул, Рахайми Тегыз, Дуслар! Быстрый денежный заим облегчит вам жизнь. Не сделайте неотложную покупку или сможете порадовать подарком близкого человека. Ждем вас по адресу Горкинаул, улица Худайбердина, 3, напротив магазина «Угалины». Информация по телефону 987 033 22 18. Денежные займы предоставляются ООО МКК КВ. Деньги людям ОГРН 114 290 740 37. Зарегистрировано в реесте МФО 651 403 111 00 51 37. От 20 мая 2014 года. Сайт www.кредиткасса-матч.ру Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Нужна реклама? Звони 5 4146 5 4146. О событиях и преступлениях, произошедших за две минувшие недели в очередном выпуске программы «Криминальная хроника» В студии Альфред Мегазетину. Здравствуйте. 11 декабря около полуночи неизвестный мужчина попытался угнать автомобиль российского автопрома. Хозяин машины сообщил полицейским об этом. Подозреваем был доставлен в отдел МВД. Это молодой человек, житель Янаула. Ранее не судим. В этот же день жительница северной части города позвонил мужчина, который представился сотрудником безопасности Сбербанка и сообщил, что мошенники пытаются списать с ее карты денежные средства в сумме 2900 рублей. Через час снова звонок от неизвестного мужчины, который просит данные карты. Женщины ему их диктуют и сразу с карты списываются деньги в сумме 40 тысяч рублей. Хочу еще раз напомнить, что настоящие представители банка никогда не будут спрашивать у вас данные по вашим картам. Так что будьте бдительны и внимательны. 12 декабря житель северной части города решил позвонить и обнаружил, вернее не обнаружил своего мобильного телефона. Выяснилось, что его мобильный у другого человека, с которым он ранее накануне распивал спиртные напитки. 18 декабря утром на улице Азина возле гимназии имени Муксинова произошло дороже транспортное происшествие. Поучаствовали в нем три автомобиля – Opel, Volkswagen и Skoda. Установлено, что автоледи на Skoda столкнулась с двумя другими автомобилями, за рулем которых были также девушки. 19 декабря выявлен факт незаконной рубки лесных насаждений. Происшествие зафиксировано в полутора километрах от деревни Карман-Октав. 19 декабря снова было зафиксировано механическое ДТП и снова по улице Азина. На этот раз двое водителей испытывали прочность своих автомобилей – Nissan и Niva. Не прошло и получаса, как снова ДТП и снова по улице Азина. Водитель Альмеры не представил преимущества в движении на перекрестке и совершил столкновение с автомобилем Киева «Спектра». 21 декабря на девятом километре автодороги Ян-Борис Айбуляк автоледи из Нефтекамска совершила наезд на пешехода. Девушку, которая шла по автомобильной дороге в попутном направлении, без светоотражающих элементов, эта прогулка стала последней в ее жизни. Отдел МВД России по Янаульскому району приглашает на службу в полицию. Требования кандидатам – возраст от 18 до 35 лет, образование не ниже среднего, отсутствие судимостей. Служба в армии приветствуется. По вопросам обращаться в отдел кадров по адресу город Янаул, улица Ломоносова, дом 22, телефон 54934. Эти все главные происшествия за минувшую неделю. В завершении программы хочу еще раз предостеречь вас от необдуманных поступков, решений, берегите себя и своих близких. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Мы встречаем Новый год, украшаем елку. Нарядили огоньками каждую иголку. Написали мы письмо Дедушке Морозу. Новый год встречаем мы дружно и серьезно. Пусть несет подарки нам, сладости, игрушки. Новый год для всех ребят – праздник самый лучший. Я поздравляю всех с Новым годом! С Новым годом поздравляю и отец души живой. Веселиться и смеяться, ни на что не обижаться. Жить легко и без забот. Весь грядущий Новый год. С Новым годом! С новым счастьем мира, смеха и добра. К детям елочка, пижу, а снег на редках пениса. Ну а на елочку встаги платью новая. Эко ломоченькая, эко звездочки плеча. Кусы разные, все замечательный наряд. Я с Новым годом поздравляю всех, кто верит в чудеса. От всей души я вам желаю огромной радости в глазах. Пусть вам этот Новый год многого хорошего несет. Любви, здоровья и тепла, успеха, счастья и добра. Добрый дедушка Маус, у меня к тебе вопрос. Как на темне через сам где творятся чудеса? Где ты сам звез, скажи, через мою мне показать? Мне ведь это неизвестно, но удалось наинтересно. Дед Мороз на санках мчится, всем подалки он везет. Праздник в дом уже стучится, самый лучший. Новый год, вокруг елочки нарядной мы закружим хоровод. Бусы, шарики, галилянды, ждем тебя мы Новый год. Новый год, вокруг елочки нарядной мы закружим хород. Новый год, вокруг елочки нарядной мы закружим хород. И кто ничего не забыл, завтра, завтра у меня день рождения! День рождения! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok